Депутат Верховной Рады Украины 5-6 созывов, Алексей Валерьевич, добрый вечер. Есть ли у нас связь? Как вы нас слышите, Алексей Валерьевич? Добрый вечер. Я рад вас приветствовать, во-первых. Ну и так получилось, что вот вы вернулись в Херсон и тут же пошли прилеты. Вот поделитесь той информацией, эксклюзивно от вас, что там сейчас происходит. Ну, эти прилеты, будем говорить, практически каждый день стреляют в нашу сторону со стороны Николаева ВСУ. То есть каратели занимаются самым настоящим делом и свои карательные операции. Ведут себя как террористы, терроризируют Херсон и окраину Херсона со стороны Николаева. Ну, то, что вчера произошло с прилетом в ТОСКУ, теперь будем говорить, выпуска в сторону Николая, в сторону Херсона. Кажется сказать, что ПВО Российской Федерации сработало, считают, что успешно. Если бы не Россия, было бы жертв очень много, очень много. Взрывная волна докатилась даже там, где я живу. Не буду говорить о мировом рождении своем. Конечно же, сегодня ситуация, она, будем говорить, для таких, как я, еще небезопасная. Утырки, каратели, нацики, еще здесь бегают, но их становится все меньше и меньше. А если фронт дальше, их еще меньше становится. Конечно же, оружием наводнили, это факт. Да, Херсон, эти негодяи, подонки, в лице Ленского больше никогда. Но, как всегда, прилет точки У, 1, 2, 3, 4, говорит о том, что, мол, это все Россия запустила. Эти точки У. Ну, это нормальная позиция, они каждый раз об этом говорят, да, что вот в очередной раз. А в пабликах я смотрю. Ну, я вообще сегодня ужаснулся, когда было написано, что это со стороны Олешек была запущенная ракета по Херсону. Ну, конечно же, смешно. Но эта пропаганда за 8 лет, и, будем говорить, приучали людей, чтобы они не думали, а кушали эти все помои, которые выворачиваются через социальные сети, она все равно действует. Она все равно действует, да. Это, конечно же, для меня, ну, ужасно. Надо раскрывать глаза, конечно, информационного нормального ресурса у нас не хватает во всех направлениях, да. Это факт. Но потихоньку с этой ситуации выходим. И самое главное, что люди начали... Да, давайте попробуем наладить связь. Алексей Валич, как нас слышите сейчас? Слышу хорошо. Отлично, отлично. Давайте посмотрим на скрин всем известного Дмитрия Яроша. Можно от меня, кстати, показать. Вот он пишет. Это наш украинский город. Если так нужно, будем его обстреливать. Это наше внутреннее украинское дело. Это он про Херсон. Как вам внутреннее дело обстреливать своих же? Вообще-то этот подонок должен либо осужден и потом повешен, как это было на Нюнеревском процессе, либо он должен быть уничтожен. Факт ли он, есть ли он на самом деле на Украине? Вопрос. Возможно, он же уже давным-давно сбежал, а тявкает своим ртом вонючим. Я думаю, что Ио падет, Николай падет, Одесса падет. Мы победим. И после этого его ждет участь Бендеры. Я в этом уверен. После того, что творит Европа, Америка с Россией и с той же Украиной, я думаю, его участь не сладкая жизнь. Поэтому пусть побольше тявкает этот преступник, негодяй, отморозок и так далее. Вот и все. И пусть побольше, да, они выдают вот таких материалов, которые характеризуют их лишь с одной стороны, как страну террористов. Правительство террористов, да, вот важная поправка, потому что мы понимаем, что это киевская хунта, на что она способна. Ну и пусть, как не пытались закрыть глаза все мировое сообщество и ООН в том числе, ну вот такие высказывания надо фиксировать и потом действительно выдавать на трибуналах. В обязательном порядке. А тут еще и митинг, который прошел в Херсоне. Давайте тоже о нем поговорим. Давайте посмотрим видео под номером три и обсудим. Мы сейчас находимся на месте последствий. Немножко не то, да. Был митинг, хотя давайте это видео тоже посмотрим. Давайте. Сначала вот это. Ну давайте с этого, да, вот украинские флаги в Херсоне. Аксей Валерьевич, ну кому как не вам прокомментировать то, что прошло в вашем родном городе? Я был в центре. С одной стороны, не хочется комментировать. Ну с другой стороны, этих ушлепков, извините за выражение, все меньше и меньше становится, да. Поэтому в данный момент с этим нужно бороться. На чем они берут конек? Они вливают в уши херсонцам, что будет скоро ХНР. Ну а на самом деле, пока мы все это решение, во-первых, не принято. Занимаются хозяйственным блоком. Недавно было назначено новое правительство, назовем так. Областное, городское и так далее. Ну, занимаются люди непосредственно, как же все-таки запустить хозяйственную деятельность работы, экономику. Так как Украина на сегодняшний день поступает как преступник и проводит политику геноцида, отказываясь непосредственно от Херсонской области. Эти идиоты взяли в тему, включили по соцсетям, собирайтесь на митинг, потому что завтра будет референдум типа этого, и будет ХНР. То есть, не понимая, как правильно на самом деле должен соблюдаться порядок непосредственно политических действий и применяться инструмент. Нет, это будущее. А сегодня пытаются говорить об одном. Херсонцы, нужно запустить экономику, нужно запустить хозяйство, нужно необходимо решить вопрос по выплате зарплаты, пенсии, чтобы бизнес. Ну, а Украина, то есть информационный, искажает полностью всю информацию, доводит до таких безграмотных людей, а их становится меньше, вот они выходят. Ну, давайте говорить, больше 200 тысяч жителей, да, в городе Херсонии, а вышло там каких-то 150, ну, 300 человек, и что-то диктовать свои услуги. Конечно же, это страшно. Лучше бы они пошли в школы и изучали историю, потом и поняли, что, о чем, о чем, как. Может быть, у них не хотели. Вот и все. Вот так они пишут. Бред сумасшедших. Ну, давайте продолжим тему, которую вы начали по поводу работы администрации. Как раз посмотрим комментарий заместителя руководителя военно-гражданской администрации Кирилла Стремоусова. Вот то самое видео номер три. Мы сейчас находимся на месте последствия, где упала точка У, в которой украинская армия фактически атаковала учебные заведения, часть как раз вот спортивной школы. Здесь мы были также часть морского колледжа. Даже были выбиты стекла в городском совете, в Доме правсоюзов. И самое главное в этой всей истории, что эта точка У была сбита непосредственно системой ПВО. Но если бы она пролетела, здесь бы, конечно, были бы разрушения посерьезнее. Поэтому, когда мы читаем в средствах массовой информации о том, что якобы Российская Федерация ударила по Херсону, это очередной фейк, который запускает как раз вот украинская сторона. Но на самом деле я как представитель военно-гражданской администрации хочу вам со всей уверенностью заявить, что все это на самом деле еще раз говорит о том, что украинской армии плевать на мирное население города Херсона. И сейчас идет непосредственно удар по мирному населению, которое украинская власть не считает вообще за население. С учетом того, что вчерашний митинг против так званого референдума, который придумали сами представители Службы безопасности Украины и других организаций, не состоялся, не состоялся митинг, не состоялся референдум. Соответственно, сделали выводы, что в украинском Херсоне, как они говорят, нет уже тех людей, которые способны выходить на эти проплаченные мероприятия. Соответственно, буквально сразу же в этот день прилетела точка У, и был нанесен удар по мирному населению. Как мы видим, погибших среди пострадавших нет, все обошлось. Но на самом деле, скажу так откровенно, мы все стекла восстановим, вот администрация все это дело поправит. Ну и вот как вы считаете, Алексей Валерьевич, вы были на местах, как администрация взялась за дело, как она ведет свою работу? Правильно ли с вашей стороны? Ну, работа велась прямо при мне. Я сегодня опубликовал ролик, видел, как уже убирали администрации, городские службы уже работали и все остальное. Конечно же, такое количество окон, которые были взрывной волной разрушены, конечно же, сразу же надо подойти, надо подготовить все это. Во-первых, это вышки должны работать и так далее. Но мы сами понимаем, в какой ситуации. То, что работы... Да, 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 Алексей Валерьевич, вы в эфире. Нет, все-таки прервалась связь. Нет, нормально все, по-моему. Да, давайте попробуем еще раз. Работа администрации. То, что работы... Да, Алексей Валерьевич, ну, понятно, вам очень много звонков поступает. Алексей Валерьевич, Журавка сегодня с нами. Он был на месте событий в Херсоне, когда проводились эти митинги. Мы тоже об этом поговорим. Ну, вообще, вот метко подметили. И наши редакторы, и, в принципе, вы тоже присылаете на Телеграм-бот то, что война очень хорошо учит географии. Да, теперь все знают более подробно Украину и Херсон в частности. Алексей Валерьевич, да, давайте продолжим. Да, то, что работы ведутся, я извиняюсь, у нас очень плохая связь, а тем более у нас идут обстрелы. Вот сегодня тоже бахкали и так далее, эти идиоты продолжают. То, что работы ведутся, это факт. То есть сказать, что работа не движется, или коммунальщики не выходят. Нет, выходят. Тяжеловато намного Херсону с той инфра... Будем говорить, инфрапропагандой, которую ведет сегодня это укроповская власть фашистская, конечно, тяжеловато. Плюс еще люди боятся и выходить на работу. Это связано с тем, что они угрожают чуть ли не расстрельными статьями. Вот такая ситуация. Но работа ведется. А как по-другому? Как по-другому, когда действительно мы понимаем, что жизнь-то не останавливается, несмотря на и прилеты, и военные действия, все равно как-то надо вести банальную работу и чиновническую, и на местах, и ЖКХ. Потому что мы понимаем, что без водоснабжения ничего не будет, без электроэнергии ничего не будет. Народ должен продолжать жить. Ну и вот идея референдума, про то, что это фейк, подтверждает, как вы считаете, насколько действительно возможен референдум в Херсоне по поводу и отделения, присоединения? Ну, давайте будем так говорить. Нужно исходить от той точки, от которой мы движемся. Если вот этот маленький карлик 95-го квартала, злобный, кровавый, Зеленский и дальше так будет продолжаться, то этот референдум состоится. В этом я уверен. И этот идиот, он потеряет практически всю Украину, если он так дальше будет идти. Понятно, что кураторы его курируют американские, понятно, что он зажат в тиски. Это понятно. Но если его действия будут так дальше идти, давайте будем так говорить. Ну, во-первых, можно Украину впасти, если захотеть, в тех границах, которых она сегодня есть. А можно ее потерять полностью. Но если теряем, то, допустим, Херсон, это Таврийская губерния будет, Одесса, Николаев и так далее. Аж до самой Киевской Руси. А Харьков может стать столицей. Но это все федеративность будет. И будет то же самое Россия, но не Украина. То есть надо понимать, чего хочет этот жулик Зеленский. А, судя по всему, он хочет довалить всю оставшуюся Украину, сделать ее руиной и возложить это все непосредственно на Россию. Чтоб Россия долго-долго, ну, застроила. А мы знаем, если Россия будет тратиться и ресурсы тратить на это, она будет менее успешная. Понимаете, какая ситуация? Поэтому надо исходить из того, что он хочет. Но то, как он сам себя ведет, то может быть и Николаевская народная республика, и Одесская народная республика. Мы же понимаем, что после таких, будем говорить, действий, как, допустим, над Херсоном сегодня издевается этот урод морально со своими фашистиками. Ну, народ уже сегодня так говорит. Вот я с народом сегодня встречался. Но теперь мы начинаем понимать, кто на самом деле Украину уничтожает. И кто Украину любит. Это я не от одного человека в Херсоне слышу, клянусь. Хотя это проукраинские люди были в возрасте. Когда прилетели эти точки У, вот так уже люди рассуждают. А вот с пенсионерами с некоторыми разговаривали. Они говорят, как же так? Они говорят, что это Украина, а лишают нас пенсии. Отключают предплатежные системы. Вот вам не все. Но продолжают выходить с флагами, с украинскими. Все-таки продолжают. Но мы с вами обсудили, почему это происходит. Меньше, но, извините, пропаганда свое дело делает. Как бы мы ни хотели. Как бы мы ни хотели. И надо осознавать, что сегодня мы попали уже не в ту страну. Восемь лет прошло. Ничто не будет. И нам будет вот с этой ситуацией очень тяжело выходить. Самое главное не допустить ошибки. Упредить те события, которые были ранее. И так далее. И у нас все получится. Я лично, вот как там некоторые, я слушаю, все. Это трагедия. Ничего нельзя сделать. Ой, господи. И так далее. Ну, я лично трагедии не вижу. Вот поверьте мне, как пластилин ты лепишь, так надо с людьми лепить. Работать надо с ним. Как глина. Когда ты ее обрабатываешь и лепишь хорошие, будем говорить, вещи с нее, а потом обжигаешь. И получаются хорошие чашечки, тарелочки и так далее. Так же самое человек. Все получится. А кто эти люди, с которыми мы встречались? Давайте вот о них более подробно поговорим. Мы начали затрагивать, что это и люди пенсионного возраста, молодежь. Давайте так. Я и фотографии выкладывал у себя на телеграм-канале и так далее. Это и молодежь появлялась. И пенсионеры. И люди, которые на меня подписаны и так далее. И люди просто, вот я возле Вечного огня в парке своим любимым ходил, да, в плавы у себя в Херсоне. И мне было очень приятно. Подходили, здоровались. А мы вас помним, а мы вас знаем и так далее. А вы надолго вернулись. Мне было приятно, что как бы пропаганда не действовала, люди подходили, здоровались. Ну, я просто пытался найти фотографии с вашей встречи. Ну, вот у меня есть вот такое с вашего телеграм-канала. Давайте поговорим об этом человеке. Вот с ним была встреча. Кто этот человек? Тоже давайте вот об этом поговорим. Где это происходило? Насколько давно это было? Вот такие фотографии у вас нашел. Слушайте, это мой друг Алексей Талай, известный белорусский лидер. Человек, который в детстве подорвался на бомбе Великой Отечественной войны. Я считаю, человек с прошлого, считаю, что побывал на войне. Только Великой Отечественной войне. У человека, у которого является многодетный молодец, он не имеет ни рук, ни нор. Порядочный человек. Он сторонник моего. Я с детского дома вырос, родился коллегами, а он стал. Нас объединяет. Сильные духом вечная жизнь и победа за нами. Так как дух и душа вечны. Я с ним давно дружу. Он мой брат. Читаю. Он меня пригласил в Белоруссию выступать. Он со стороны, будем говорить, своего креда жизненного и пропаганды. Вставайте, ребята, такие, как я. Даже если вы не имеете рук, ног, у вас будет семья, жизнь. Не отчаяньте, падайте духом. А я с другой стороны. Ребята, вы стали инвалидами на войне. Не падайте духом. Вставайте с колен. И даже если осколок оторвал вам руку, ног и покалеченную, у вас будет семья, дедушки, бабы. У вас будет будущее. Вы нужны родине, отчизне. Вы за нее покрытили. Вы иной руки. Чтобы она процветала. И мир у нас был над головой. И счастье. И развивался наш флаг. Белоруссия, Украина и Россия. Вот так. Мы единый народ. И слава наша. Победа. Это мы. Народ победитель. В прямом эфире у нас Алексей Иванович Журавка, который находится непосредственно в Херсоне. Является свидетелем не только тех митингов и прилетов точек У, но и общения с людьми. Где действительно мы понимаем, со слов Алексея Ивановича, что доверие к власти, которая приходит сейчас. Естественно, мы понимаем, какой власти, к той администрации. В разы выросла с тех пор, возьмем даже месяц назад. Все все понимают, особенно после этих всех заявлений Яроша того же. И опять же бомбежек, что что-то не то происходит. Даже которые люди закрывали долго на это все глаза. И не пытались воспринимать информацию, которая шла со стороны России. В том плане, что вы поймите, что есть правда укропов, а есть настоящая правда. И она вот такая. Все-таки начинают принимать. Это очень радует. Но чувствуется ли Херсония, что Николаев сосед стал несколько враждебным? Все-таки оттуда прилетает. Ну, давайте будем так. Я бы так не сказал, что Николаев враждебный. Это неправильно. Там находятся отпетые террористы, самозванцы типа Кима, западенцы, перенаселенцы или как там их назвать, фашистики. ВСУшники с испорченными мозгами и так далее. Вот там они. Они взяли Николаев в залог. И жители Николаев. Мне присылают оттуда весточки. У меня там людей, как умудряются ставить точку, оборонительные на своих домах, пушки, ПТР размещать и так далее. Но мы видим, к чему это приводит и что остается в ПТР. И люди так и пишут. Освободите нас. Эти террористы нас. Я не говорю, что это правда. Правду. Просто подскажите мне. А что сделают мирные люди? Что? Заложники обстоятельств стали. Давайте мы посмотрим Мариуполь. Во что эти гады превратили? Почему они не выходят в поля воевать? Прямо в основном. Значит, они делают скидки. Среди мирных жителей. А для того, чтобы протянуть свою жизнь, как-то хотя бы тряпать этих народных клиентов. Они специально закидывают сюда. И все. Это довольно очень просто. Это же на самом деле тактика. Тактика немцев. Фашизм. Да. А плюс еще здесь американцы помогают. Советуют, как надо себя вести. Потому что они знают, что русский солдат не поет против собственного народа. И русский солдат не поюет с народом. Он сегодня защищает народ и очищает от нечисти всякой кристи. И, как говорится, одна задача стоит. Остановить эту войну. Все. Вот чем русский солдат занимается. Я здесь... Я в Донецке прожил. Я видел кровь, горе людей. Я войну эту видел. И приехал туда же обратно. Но только я могу сказать открыто и честно. Я сегодня готов на колени стать. Перед россиянами. Перед русским народом. За то, что я приехал сюда. Я не мог это сделать. Потому что я без руки, без ноги. Вот и все. Но я увидел свой Днепр. Я увидел горящий, будем говорить, огонь именно победителей. Вот я увидел. Вот звезда и памятник стоит. И это наши деды. Дух победы. Вот я увидел свой Херсон. И я говорю спасибо. Победителей не судят. Я для себя никакой власти не хочу. Я хочу просто... И все остальное. Вот так я поднял эту жизнь. Потому что я ее люблю. А там дальше... Кажут работать. Я буду работать. Кажут заниматься своим делом. И все остальное. Буду заниматься своим делом. И все. Ну, не даром я вас про Николаев спросил. Все мы знаем этого гауляйтера Николаева, Кима. Вот он что заявляет. Давайте покажем. Сейчас будем загораживать правительственный квартал, закрываться и так далее. Мне надо помощь по коктейлям молотовым и тем, кто готов их кидать, а не просто делать. То есть это немного разные вещи. Спасибо. Приходите. Я чуть позже скажу, где точка сбора и кто ответственный. Потому что, чтобы не было здесь много людей. Спасибо. Вот отличное заявление. Вот его тоже в копилку. Преступным, да, злодеянием. Вот, пожалуйста. Гауляйтер Ким. Знаете, я вот, если честно, чисто по-человечески хочу сказать, чего я хочу. Я хочу, чтобы его не убили. Я хочу, чтобы его поймали. Вывезли в Крым. Он был арестован. А потом прошел над ним трибунал. Именно, чтобы это происходило у всего народа на глазах. Эти вещи нам прощать нельзя. Ни в коем случае. И я всегда говорил, даже по Херсону, что все, кто принимали, подписывали решения о помощи, блокировании непосредственно Крыма, о таких заявлениях, как этот идиот делает, все эти чиновники должны, которые принимали такие решения, быть арестованы. Ведь это геноцид. Это подпадает все под статью геноцида. А это хуже. Это выродак. Подставляя людей безоружных, даже если у него что-то в порядке, это выродак. Но более того, подстрекающий, призывающий. Призывающий к войне. Я абсолютно с вами согласен. Вот этот идиот, чтобы никому не было неповадно, но должен быть осужден. Законам. И чтобы это было везде показано. А вообще-то, мое личное еще мнение, в освобожденных территориях должен вводиться закон о расстреле. Вот сейчас, в военное время, именно так должно быть, чтобы было неповадно вот таким подстрекательным, как этот выродок, бессовестный человек, у которого совести нет, призывал и подстрекал, чтобы вот здесь у нас в Херсоне этого не было, что за эти поступки из-за него будет отвечать тот, кто будет исполнять эти страшные вещи. Иначе мы порядок не наведем. Все равно где-то эта шваль, извините за выражение, проснется. Где-то схрон есть такой. Ведь они пошли по модели в Херсоне, по модели, как это было после Великой Отечественной войны, вот там на Западной Украине. У них везде схроны. Вычищать еще много времени нам придется. Вот это личное мое мнение. И надеюсь, что к нему прислушаются. Потому что нам надо в ускоренном порядке наводить порядок, мир, восстанавливать власть. Даже если там ошибки какие-то будут в восстановлении власти, мы должны это немедленно, быстро делать. Ну и вопрос референдума, естественно, он будет исходить изначально, конечно, от жителей. Они будут решать, что им нужно. Им нужна Херсонская Народная Республика, им нужно присоединение. Поэтому это все лишь в ближайшем будущем, я надеюсь. Потому что люди, ну, правильно говорите, они устали, наелись и понимают, какие соседи рядом. И тот же Николаев, и из Киева тоже, да, все, то, что идет. И вот Ленд-Лиза очередной приняли в США. Опять будут пичкать оружием, деньгами. И Байден там с трясущейся рукой, и дедушка Зеленского, да, там призывает в очередной раз дать много-много миллиардов. Нам очень надо, это не дешево. Он прямым текстом говорит, не дешево. Но он прямым текстом много чего хорошего говорит для нас, в том плане, чтобы просто фиксировать вот это все, то, что он говорит, чтобы потом у его спецслужб не было повода отмазать его по полной программе. Ну, а вот смотрите, вот такая новость прилетела. Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин подтвердил, что власти Польши рассматривают ввод на территорию Украины миротворческих сил под предлогом защиты от российской агрессии. По поступающей в СВР России сведениям, Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над своими историческими владениями на Украине, на всякий случай. То есть реализация планов активистов реституции кресов по отделению некогда польских земель от территории Украины идет полным ходом. Вот мы с вами затрагивали Польшу. Вы знаете, я вам хочу сказать, это не было даже и секретом. Для умного человека все было понятно, для чего это делается. Польша на сегодняшний день как маленький дьяволенок вспоминает Советскому Союзу все прошлое, но теперь надо отхватить все назад, пока у нас есть такая возможность, пока у нас, как говорится, эти, как они, эти укропы, как вы говорите, кто не скачет, то и москаль. Ну, гипотетически я представляю такую ситуацию. Оттяпала Польша эту западную Украину, поделила земли, да, гипотетически. А потом проходит определенное время, и они там никто. Они батараки станут. А потом они будут назад проситься. Мы-то видим сегодняшнее отношение на самом деле какое у Европы к украинцам. Да? Но если пойдет не так, в свои границы, как это было при Советском Союзе. Владимир Владимирович очень умный, что он абсолютно правильный слова о безопасности, при том стратегической безопасности, геополитической. А если, извините, пожалуйста, западенцы обратно хотят быть пользованными, то пусть и будут пользованными. Они ж этого хотели. Они ж этого хотели. Только они всю Украину, меньшинство, утопили. Вот пусть теперь покушают поляцкой булочке, как я называю. Квашиных оручеков не будет. Сала не будет. И даже не будет цыбульки, не будет, как они, лука не будет. Вот это гарантирую, это так и будет. А когда будет разорваться и о политике, и о стратегии, тогда, я думаю, надо вот так башку почухать, в первую очередь, Германии, а потом Франции с другой стороны, а потом Польша. Вот к этому все дойдет. Американцы всех подставляют, но зато зарабатывают грозные денежки, а вы лохи, там бейтесь. В этот раз лохотрона не будет. Все уже понятно. Пусть прислушается внимательно Владимир Владимирович. И когда он дает шанс украинцам, ребят, это привожу как пример, грубо перевожу, ну мы с этими идиотами не договоримся, а с народом нам проще всего-то. Вот мы что и видим. Хотите Украины, хотите ХНР будет, но это народ будет определять, а не вы. Вот так, если дальше помыслить и обсудить этот процесс, так дедушка, кто у тебя там был, ку-ку, ты задумайся, то было в 45-м, не помните, и Польша. Вот к этому мы идем. История, она повторяется, тогда киперзвука у нее было. А красная черта, она не за горами. Не получится, вот я лично считаю, мира на земном шарике без России. Если России не будет, то и мира не будет. Я здесь полностью согласен, потому что все исторические данные процессы, которые проходили на земном шарике, они получили мир, он в руках у России мир, ключ мира, но не у Америки. Ну, понимаем, что Америка, как обычно, это делала и делает, играет на нескольких фронтов, но в одну калитку. И вот то самое, что мы называемые, коллаборациями, да, вот сейчас они с Польши пытаются тоже намутить территории. И, ну, знаете, как они это преподносят? Мол того, отсутствие сильной центральной власти на Украине может способствовать тому, что жители западных областей сами решат перейти в Польшу. Им можно, а ЛДНР нельзя. Конечно, другим нельзя. Ну, давайте будем говорить, по поводу Америки, я ее называю саранча. Вот, когда эта саранча пролетает, все умирает. Но для того, чтобы она не долетела, ее надо просто-напросто выжечь. Вот этот момент достанут, они всех достанут, что когда-то придется что-то на них кинуть. Вот и все. Я подчеркну, у нас в эфире народный депутат Алексей Валерьевич Журавка. Я пожелаю вам удачи, самое главное берегите себя, потому что вы нужны и херсонскому народу, и украинскому народу, и российскому народу, чтобы действительно вот таких людей было больше. Встречи с заблудившимися, заснувшими людьми, которые вы проводите, они были чаще, и чтобы мы слышали слова человека, который не понаслышке знает, что такое геноцид, что такое террор, что такое война. Алексей Валерьевич, спасибо огромное вам за вашу информацию.